Сердечно всех вас поздравляю с великим спасительным праздником Богоявления Господня. Этот праздник вместе с праздником Рождества, как в древности он и праздновался, представляют одну и ту же миру величайшую истину Божественного Откровения, что Бог явился в мир. И не просто так, прикоснувшись к духам своим, к особо выдающимся, просвещенным людям, как то было в Ветхом Завете, но вошел в соприкосновение со всем родом человеческим, со всей природой и со всем космосом. И все это стало возможным именно потому, что грех, который как бы пытался разрушить Божий замысел о мире и человеке, грех, движимый темной дьявольской силой, не сумел достичь победы. Ибо Христос, Сын Божий, став Сыном Человеческим, одержал победу над грехом, над злом, прошел тот жизненный путь, который был предназначен каждому человеку, прошел путь в полном общении с Богом Отцом, в полном соединении своей воли с Его волей, в самом себе осуществив полностью божественный замысел о человеке. И грех, единожды побежденный, уже побежден. И какие бы временные победы грех не осуществлял над людьми, он уже побежден, он надорван, у него нет силы господствовать над родом человеческим. И задача церкви, задача каждого верующего человека в том, чтобы не допустить это господство греха и дьявола над всем родом человеческим. И даже если по слабости, по искушению, по соблазнам, люди сдают свои позиции, церковь призвана оставаться несокрушимым островом свободы, где человек действительно остается свободным, потому что живет в соответствии с законом Творца и не покоряет свою волю дьяволу и греху. Это очень непросто быть островом, когда вокруг бушует море, пытающее этот остров разрушить или поглотить. Но сам Господь сказал, что врата ада не одолеют церковь. А это значит, что никогда не исчезнет Божья правда из человеческой жизни. Никогда не пресекутся те, кто согласен, свободно и разумно, приняв эту правду, жить по ней. И как не сильны были бы силы зла, им не дано победить тех, кто живет по закону Божьему, потому что так восхотел Господь. И Он в Сыне Своем, победив грех, в человеческой истории дает всем нам видимый и яркий знак этой победы. А совершается эта победа не столько нашими немощными силами, не столько силой ума, силой воли или силой наших чувств, как совершается победа верой, в ответ на которую Бог дает нам свою энергию, свою благодать, свою силу. И не случайно, что в День Богоявления мы освящаем воду, как видимый знак соприкосновения материальной природы сего мира с божественной благодатью и божественной энергией. И знаем, что вода, сия святая, обретает совершенно особые силы, силой исцеления, вспомоществования. Но это не сила чародейства, не сила колдовства, которая действует вне зависимости от воли человека. Это благодатная божественная сила, которая действует только тогда, когда мы имеем веру и когда мы главу свою и главу сердца своего преклоняем пред Господом. Вот почему восприятие святой воды должно сопровождаться особым душевным состоянием. мы не можем отнестись к этой воде, как просто к тому товару, который нам необходим. Иногда в храмах после освящения святой воды люди пытаются как можно быстрее почерпнуть ее, шубят, иногда даже обижают друг друга, привнося зло и неправду в то место, где божественная благодать соприкоснулась с нашей жизнью. Такое поведение является кощунством, за которое Бог наказывает. А наказывает Он так, что сия святая вода в руках кощунствующего человека перестает быть святой. Она теряет свою силу, она магически ни на кого не действует. Святая вода остается святой только в руках того, кто верит, кто волю свою стремится подчинить боли Божией, кто исповедует свои грехи и кто ясно чувствует Божье присутствие в своей жизни. Вот почему важно, чтобы и в стране нашей крещение не превращалось в фольклорный праздник, когда в прорубь погружаются не для того, чтобы соприкоснуться с благодатью Божию, а нередко лишь в силу некоего обычая. Пусть каждый, кто опускается сегодня в воду, помнит, что вода сия освящена, что он соприкасается с святыней, что выйти из этой проруби он должен другим не только почувствовать физическую бодрость организма, но почувствовать освящение души своей, бодрость духа, силу духа. Тогда этого, этой зарядки духовной, божественной, энергетической хватит надолго. Пусть Господь поможет нам силой своей благодати хранить веру, хранить Божий закон в своих сердцах, сопротивляться греху и лжи в нашей жизни, преодолевать неправду, стоять, стоять крепко на том фундаменте, на котором Бог вожжелал поставить нас на фундаменте веры, на камне церкви. И верим, что силой Божией преобразуется наша жизнь, жизнь нашего народа, что множество людей, готовых идти за Христом, сохранят в современной человеческой цивилизации острова духовной свободы, места свободные от пленения греху. Собственно говоря, к этому и направлены все усилия тех, кто принимает на себя ответственность быть учеником Христовым. к этому направляются все усилия Церкви Божией, врата ада, которую не одолеют. И пусть благодать Богоявления, благодать Иордана, как только что мы слышали в молитве, присутствуют с нами, со всеми, укрепляя наши немощные человеческие силы, для созидания жизни мирной, радостной, свободной от греха, жизни, дарующей людям то, к чему не так стремятся, подлинное и неприходящее счастье. И да сохранит всех нас Господь силой своей благодати. Аминь. С праздником вас поздравляю.